друзья всем привет вы по-прежнему смотрите подкаст люди лодки с вами андрей казанский у меня сегодня в гостях и дмитрий макаров серьезный эксперт яхтинге с которым мы в предыдущем подкасте поговорили о рынке аренды инфраструктуре города инфраструктуре вообще в принципе россии было очень интересно но мы не затронулись с тобой тему строения и мне кажется вот это та самая отрасль которая сейчас вот лично для меня как бы как погруженного человека в тему развивается каким-то семимильными шагами я скажу так не вижу пока другой такой вот слюну типа автомобилестроения где вот настолько динамикой была бы видна вот ты же занимаешься организации выставки ты всех участников игроков этого рынка видишь для меня производитель это когда это уже как бы у него есть какая-то серия или хотя бы он делает от пяти лодок но одной модели да там потому что на самом деле но я часто сталкиваюсь с тем что люди сделали построили одну лодку но вот раньше так было поиграли и успокоились так может быть помнишь у нас там участвовали ребята ст-профи ст-40 как бы был такой буртальный катерок да то есть вот они там сделали одну лодку поняли что это там не 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 их история да и скажем так на этом на этом прекратили там катер белая счете на выставке был тоже вот непонятно это будущая серия или это прямо ребят ну как они рассказывали сделать для себя кабинник водометный интересный но я думаю что как бы вот они как раз у них есть все предпосылки стать серией потому что у них есть и площади и скажем так как я понимаю инвестиции находятся они там в относительно правильном месте вот тут же самый дмитрий про которого ты говорил то есть для меня это вообще такая история как бы то есть он позвонил представился сказал что был на выставках говорит хочу место на следующий год забронировать я говорю ну присылайте реквизиты как бы все сделано пока ничего нет можно просто место забронировать ну то есть мы в этом году увидели вот и на самом деле сейчас по ряду проектов по нашим выставкам то есть в петербурге у меня есть два человека ноунейм до которых я не знаю не просто там произвели в предоплату вот буквально на днях в самаре новые производитель виват я не знаю что то есть они даже искали что не пришлют рендер говорит чуть попозже люди так вот уверенно что да вот сегодня еще рендер а завтра они уже участвуют участники твоей выставки вот и кого мыши выделить кто на твой взгляд интересные проекты производители ну если мы говорим там за крупных уже состоявшихся производителей кто как бы вот он скажем так у нас участвовал буквально там последний год-два активно очень компания onyx верфь из самары достаточно динамично развивается виктори ну то есть виктори как бы мы все знали их в размере там 5-6 метров но 4 даже бы сказал сейчас они прям уже уже последние пару лет показывают большие кабинники я был на их новом производстве относительно недавно то есть это прям завод завод ну и наверное там два самых крупных производителей это нордсильвера его болот то есть но это прям лидеры которые как бы делают тысячи они кстати очень крутые лодки они вот визуально красивые они такие наши какие-то технологичные при этом вот все эти лодки которые в основном я вижу вот в информационном поле такой наверное они все-таки попадают в массовый запрос иметь восьмиметровый кабинник да и несмотря на то что сегодня 8 метровый кабинник это не самая доступная история потому что ну цены ну реально же да там десятки стартует мы там знаем еще я бы даже сказал что это уже 15 с мотором да 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 ну скажем так за десятку они предлагают что они это сделают но при этом по факту там 15-20 еще есть история наших любимых питерских тюнингеров которые выросли из тюнинга и ну ревербразер что-то говорить там там и причем я вот к артему заходил последний раз на верфи он говорит у меня предзаказов на три года и вот там например каев боцы павел категорически нам отказывается участвовать в моих медийных проектах потому что говорит слушай у меня говорят заказов но просто на три года вперед я не знаю что мне с этим делать павел более того отказался даже моему родственнику строить лодку скал говорит на 25 год приходи но при этом до сих пор остаются вопросы вот я лично вот наблюдаю лодки на рынке да вот взять сопоставимы по размерам лодки из одного города чейзер и и даже самая волжанка да там чейзер делают на мой взгляд более интересный продукт в плане потребительских характеристики он такой какой-то ну вот лично для меня понятные что ли а вот волжанке они делают такие как это правильно сказать то такие лодки для супергероев из из комиксов такие максимально брутальные какие-то вот они но на самом деле они делают просто народные лодки то есть просто если взять бюджет подачи волжанка это же виктори это волжанка нет это я путаю я я я хотел сказать про виктори вот виктори делают такие лодки для супергероев из комиксов очень брутально где смотрятся на воде но при этом они делают их много тоже да и то есть вот именно они в точку попали с моделью а8 да есть это прям то есть это модель которая производится там не 5 не 10 намного больше как бы лодок скажем так визуально прям то что то что большинству скажем так потребители интересно да более того они как бы получать сначала сделали 11 но 11 это уже такой как бы скажем так совсем не народный сегмент потому что там бюджет уже к 30 миллионам идет вот а 8 продается достаточно много и популярная модель ну к примеру сейчас достаточно сложно купить а восьмую к сезону а скажи а у north silver у них помимо рыбацких лодок вот большие кабинеки есть до кабинеки есть у них есть очень интересная модель это модель 1440 многое позаимствовано да скажем так если посмотреть визуально это 44 тарга то есть тогда это был прям когда они ее анонсировали честно говоря не думал что она скажем так зайдет что это что это будет там одна-две модели но так получилось что как бы во первых там санкционные истории ну и плюс реально хорошая лодка но я их совершенно на выставках не вижу они к этому не в медийном поле вообще не попадаются я вижу иногда на воде где-то в акватории это высохнутых не было но в этом году они были представлены в петербурге рыболовным своим сегментом то есть кабинников не было но опять же очередь то есть именно непосредственно на кабинные лодки то есть у них сейчас есть интересная модель 766 она как я понимаю что на этот но на сезон 24 года уже все продано поэтому ну то есть не делать не просто делаю да мне просто казалось что когда момент они такие стали делать очень штучные штучки автологии до штучные корпуса и там буквально один корпус в год там не накурился в год нет то есть они нашли своего потребителя потому что ну понятно что когда они начали начинали это делать там словно пять лет назад многие задумывались не купили там таргу и да и там цена была практически соизмерима и при определенных при определенном наборе покупательская покупательские требования и цене люди все-таки шли в пользу скандинавов потому что покупали прям такой бренд и десятилетний как бы ну как бы набору качественных яхтенных услуг которые скомпилированы помнила что практически все скандинавы производства находятся в польше что этот воднический залив это же не больно тарга конкретно не то очень много как финских катеров которые например эквадор но это там икс окса пара но эти да это вот и как я их называют и кинут на новоделы да наверно сушь потому что да но вверху с моря делается и вероятно польша она ну такая яхтенная столица и типа дешевая сила и именно там сидел и но зачастую сейчас многие наши производства более технологичные нежели польша я причем очень много наблюдаю рождение верфей прямо с нуля когда вот люди вот как дмитрий нобелес еще вчера сидели и поглянувшись по сторонам поняли что нет той лодки которая ему нужна и он решила сделать сам и сразу же решил сделать вверх и опять же я много вижу истории не успеха когда все это заканчивается тем что но сделали сделали а дальше не хватило компетенции для того чтобы превратить вот но постройку одной лодки вверх но здесь надо терпеть просто но до терпеть и деньгами терпеть еще помимо то что нужно прямо упертость твоих личных характеристик довести до ума потому что но сделать лодку согласись не просто история больше особенно если мы говорим зайти за стеклопластик это прям долгий старт то есть если в алюминии старт достаточно быстрые были бы деньги то стеклопластиковые лодки требуют ну минимум там года по факту даже два просто на раскачку но и с учетом того что еще и как бы людей не так много в отрасли работает и вот возможно не сейчас просто сверху наверх качу это проблема дизайнеров нас стоит прямо очень сильно и это наверное самый популярный вопрос именно от производителей как бы те же есть рубрика вакансии но дизайнеры к сожалению так достаточно сложно найти и наверное самый популярный запрос именно там на рабочую силу это вот все что связано с дизайном но такие люди я думаю вообще не ищут работу во внешних источниках они уходят из рук в руки прямо их переманивают перекупают устали терять клиентов каждый продавец знает как неприятно когда клиент не совершает покупку сама серым вы сможете автоматизировать продажи и забыть и потери клиентов удобный интерфейс автоматизация типовых операций интеграция с популярными мессенджерами и бизнес-приложениями вот почему amosrm это ваш выбор попробуйте amosrm абсолютно бесплатно на две недели регистрируйтесь на сайте по ссылке в описании и получите доступ ко всем возможностям системы уже сегодня мне в последнее время показалось что вот есть такие на ярко сформированные производственные кластеры по регионам сформированы это вот для меня сейчас топ номер один самара может быть даже не по объему и не по количеству но вот по ходе своей медийной активности потому количество воды которые вижу в акваториях я больше вижу их чем нежели питер хотя раньше для меня был питер таким вот столицы номер один по производству опять же вот мы с тобой обсудили кировско-татарские кластеры которые та же матриера там и еще бренды которые так называемые вятский кластер судостроения да а еще кто это же все пошло с одного по моему судомеханический завод плюс при нем колледж и скажем так в советское время все раза а вот у нас в москве по моему особо производителей нету я больше все это связываю что просто достаточно дорогая рабочая сила и на круг косты которые у тебя получаются но просто экономика не очень бьется то есть в москве из там серийных производств я наверно только enigma назову но это там как бы нельзя назвать что там очень большой серийный то есть они все равно делают там но и больше 50 лодок в год на есть же у нас еще тверская область которая косвенно можно отнести к московской области ну туда перенесли свое производство как раз из татарстана слайдер была попытка запустить композитного кораблестроения к сожалению там неудачная но там это больше как бы просто я думаю что многие зрители так или иначе слышали да там про катамаранную схему то есть к сожалению они просто пошли по пути скажем так не очень хорошему но там большая длинная история не будем выносить а расскажи а слайдер как себя чувствует на рынке слайдер себя чувствует хорошо потому что они занимаются стеклопластиком да то есть производство стеклопластиковых катеров вот здесь вот я наверное даже 10 не назову то есть из крупных наверное самое крупное сейчас производство это спев это катера феникс они сделали очень хорошую модель санкт-петербург да санкт-петербург это вот 700 феникс который многие наверное видели уже на в обзоре как бы питерской выставки то есть да это как бы можно сказать там копия мэри фишер но это прямо очень качественно это хороший форм-фактор и было бы но не копировать его в том или ином виде как как минимум вдохновляться им было бы ну странно коммерческий успех был у моделей есть свой в россии также сделать что касается слайдер все хорошо я единственно что ребятам хочу пожелать это изменение модельного ряда потому что надеюсь меня там валентина не обидится да но как бы модельный ряд надо менять потому что есть модели которые у них уже там 15 лет производится то есть понятно что там происходит небольшой тюнинг доработки но все равно как бы хочется чтобы все наши производители смотрели так или иначе на запад и я всем нашим производителям настоятельно рекомендую всех своих сотрудников отправлять на европейские выставки ну или хотя бы в тот же самый стамбул где как бы можно полазить посмотреть потому что зачастую как там сейчас эргономикой все что как бы внутреннее пространство рассчитано где это же было в стамбуле конечно кучу отзоров снял посмотрел но я не скажу что там турецкие производители кабинников не я хотя бы просто смотреть что как бы предоставляют там финны французы но мне кажется в любом случае все наши производители там в том или ином виде вдохновляются европейскими брендами что-то подглядывают и возможно там технологии какие-то у себя забирает у меня кстати вот еще в марте планируется поиска в шанхай там увидимся тоже уже даже билет купил супер и вот там-то как раз терра инкогнито я например вообще не понимаю что там будет в шанхае и кого мы там можем увидеть но глобально в китае достаточно мало производителей то есть наверное самые крупные то что ну там известно в россии не имею ввиду что представлен на российском рынке траулера селена американский бренд который там да да но я имею ввиду ну все равно производства полностью находится там нордхаун по моему в китае да ну я имею ввиду что вот сейчас насколько я знаю по моему на выставке должно быть два или три китайских бренда которые будут прямо с нуля и они в том числе как бы планируют участие возможно даже уже как бы в этом году у нас на наших выставках то есть мы там предварительные переговоры вели ну посмотрим на выставке чтобы а я почему-то думал что китайский внутренний рынок должен быть мой оба такой прогноз наполнен также внутренним продуктом как китайские автомобили думаешь нет но я просто знаю людей кто как бы ездил искал когда в двадцать втором году скажем так и ничего пока не привезли то есть они на импорте живут да интересно как поживает кирилл с и арена кирилла все хорошо в принципе то есть но самая главная верфь состоялась да то есть как бы лодка пошла в серию уже на воде больше десяти экземпляров и в принципе ну там по заказам на двадцать четвертый год это уже как бы но на сегодняшний момент это по моему апрель ну то есть хорошо самый на мой взгляд вот неформатный такой нетиповой катер который можно было который делать в россии но кирилл пошел просто по такому пути что он ничего не хотел копировать хотя ему там миллион идей накидывал что копировать и даже сказал сказал где как это можно да он вот пошел по своему пути и более того кирилла кирилла многие хантели именно с точки зрения просто в продаже лодки да то есть даже крупные там яхтенные компании но ему просто производство то его он этим живет ну кирилл красавчик как он работает на выстоке а прям восхищаясь людей заводит на свою лодку и так красиво показывает и такой качественный продукт я жизня снял обзор и вот ты знаешь один из самых распространенных комментариев было посмотрите как он режет волну то есть не с точки зрения хорошо с точки зрения плохо я вот прямо даже этот момент задумался начал изучать гидродинамику потому что там такой сообразный хитера ну да youtube это же по поле комментаторы это да это это хейт они именно двигают и youtube каналы я задумался я посмотрел там гидродинамику и там дают тримаранные обводы корпуса и данной картинке это вроде как выглядит как будто излишняя волна но когда сравниваешь на такой волне любую другую лодку ты понимаешь что это соизмеримое количество брызг и поэтому катер классно но у меня просто там три лодки находятся уже в петербурге да и две лодки ну и можно сказать выступал там как брокером у них и одна лодка провела в этом году находила 360 часов и из них 150 это вот ну в районе ладоги и я честно скажу что когда как 60 это за сезон за сезон да да там очень активный хозяин то есть он много его ходит мне даже там иногда как бы какие-то клиенты говорят что их много это просто 1 1 1 лодка делаю где делает хорошую рекламу но и честно скажу что когда вот первый клиент ну вот скажем так кто находился к алгорит я там на месяц на ладогу я так немножко как бы но сам опасался да потому что таки там ладога коварная слушайте все вообще хорошо и понятно что здесь нужно смотреть прогноз погоды на любой лодке то есть ты идешь на семи с половиной метров учитывать погодные условия кирилл на выставке мне говорил что у него в планах перейти на китайские моторы не знаешь случилось нет не случилось здесь сделали скажем так траниц по два мотора как бы но опять же сейчас китайские моторы так или иначе все равно пока 115 то есть 22 по 115 на самом деле по цене не сильно там экономия то есть разница там 400 500 тысяч рублей что ты думаешь про китайские моторы слушай я не знаю ничего не думаю как на меня спроси что я думаю что ты думаешь китайские я же пользователь китайского мотора я пока как бы для себя наверное там до 60 сил наверное да как показал там опыт но опять же там про не не будем называть бренд мы с тобой до этого как встречались там про прокат рассказывали как бы китайский мотор в прокате повелся плохо то есть ступи ну вот конкретно ступить на 115 мотор то есть были были определенные проблемы то есть при наработке больше там 500 часов то есть плохо на каждодневной основе да ну то есть как бы я плохо представляю чтобы там на suzuki или на yamaha после 500 часов был был бы столько бы нареканий ну вот дальше вот я думаю я там условно счастливчик все-таки или нет когда на китайском моторе yamaha 60 если вы ходите опять же 60 к то есть их же по сути делают там все на одном заводе да то есть разные просто бренды 60 к у них считается самым надежным мотором если вы в сезон эксплуатируете лодку там 50 60 часов как принципе эксплуатирует большинство там понятно что этого мотора там на 45 сезонов хватит наверное никаких нареканий нет с точки зрения коммерческого использования наверное нужно чуть-чуть подождать но это как с машинами да то есть помним все первые китайские машины но тем не менее вот я когда изучала бренд ямер который я себе в итоге выбрал да я ушел прямо в очень историю такую долгую длинную судостроение большое производственное как бы предприятие которое и суда строит и моторы строят ну это тот самый кластер который многие бренды заводит потому что бренд я мир там не секрет же ни для кого что это сделали ребята с волжанки да по-моему да под себя вот они товарный бренд придумали да ямаха mercury ямер да 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 ну вот лично я как бы никаких проблем с китайским мотором не словил ну понимаешь 60 они делают уже давно и я думаю что из по 115 я бы больше наверное сказал что просто это вопрос даже ненадежности это наличие как бы хорошего качественного сервиса да потому что именно сервисников и спецов как бы не так много и плюс наличие склада запчастей да то есть если бы те проблемы с которыми как бы я там сталкивался да что когда мне люди говорят что мы там не можем найти запчасти зачастую бывает что люди до приобрели это китайский мотор там условно у какого-то там серого дилера ну то есть сейчас это же принципе там не секрет да что там тот же самый парсун я не знаю там по моему только из крупных игроков его продают 5 или 6 но если открыть авито большинство не поддерживают гарантию дальше человек не знает куда с ним пойти и он утыкается в ситуацию в том что как бы если он купил мотор где-то участника на авито сервисная компания да так ну к нему относятся они наверное и делают ему сервис но делают ему там чуть позже но ведь и с учетом того что у yamaha honda mercury тоже нет официалов ты в любом случае придешь не по гарантии не по сервису даже купив новый мотор ты придешь к тем же самым но условно мастерам которые за деньги за другие будут делать тебе ремонт ну мы надеемся там ремонта просто меньше ну кстати вот я тебе знаешь вот в упровержении твоих слов хочу сказать что я со своим ямером позже познакомился с двумя сервисными центрами официальными дилерами которые сделали мне сервис у меня там была история что во время обкатки буквально ты не забывай ямер все-таки продается официально да да и деборсун официально разве нет по порсуну есть официальные дистрибьюторы там как формула 7 и тот же самый там по моему производитель виктори его там завозит официально они несут гарантию очень много порсунов продается серых ну то есть которые просто участники привезли и на них нет гарантии ну вот еще вот конкретно мой случай как бы был связан ну а мой случай был связан с тем что у меня полетел дача холостого хода на пяти часах и я позвонил вот в центральную так сказать сервисную службу мне сказали вот рядом с вами находится не у стармарин долгопрудного я был долгопрудного мрп приезжай счастливе попал просто в надежные руки ну да потому что я все блогеры как бы я наверно могу плохого там наговорить а потом я уже шел и вера когда я звоню в какое-то представительство запчасть тоже находится за пять минут для моих друзей партнеров так далее но не не все просто знают куда звонить это поэтому по китайцам я считаю что как бы безусловно как бы все будет хорошо главное чтобы они выстраивали нормальную гарантийную историю а еще для меня вот в пользу этих заводов было когда я мир смотрел верни я мира вот все рядом с его братья сестры бренды я увидел что у них есть представительство по всему миру то есть эмираты америка там европейские страны я подумал что если в принципе они на тех рынках работают себя зарекомендовали это значит и можно их россии покупать ну вот я поэтому взял и не ошибся еще хочу казани вернуться по моему помимо моего любимчика си арены там есть такой бренд из-за не прямо нового ли старый магнив магнив это как я бы сказал мама и папа пластиковое судостроение именно вот ну в этом размере то есть из верфи магнив вышел вельвет так или иначе они были рядом со слайдером и более того я помню не совру надеюсь что василий собственник волжанки как раз изначально раньше тоже работал вместе с ними то есть все оттуда ну вот это видно что это мама и папа потому что вот магнив лодка ну вот она не смотрит за модой да она она не как сиаре на не настроим она не как там чейзер например это прямо как классика классика это какой-то там ларсон данил и собственно иногда присылают у меня там иногда там спрашивают либо что-то нам надо там по выставке анонсировать он присылает фотографии 2009 года да и плюс-минус ну как бы попадает но сейчас магнив это по сути единственное производство серийные которые лодки делают в пластиковые со стационарами потому что по-прежнему как бы достаточно много людей как бы ну скажем так относятся к подвесным моторам ну вот как бы нет и все то есть мне нужен стационар и хорошая качественная лодка то есть набили все уже там свои какие-то ошибки и кто еще в казани строит если ну самое крупное производство в казани это вельвет марин то есть у них модельный ряд от 16 до 41 фута сейчас они в основном как бы нацелены на модели 20 23 24 и 29 раньше у них была очень интересная модель вельве 33 которая похожа на вандача до то есть их было построено больше 10 штук и почти все находятся в петербурге потому что ну там реки канала а ты думаешь они вдохновляясь именно именно они вандача вдохновились да не вандача ими да вот значит большое производство сейчас и развивается активно это триера то есть они переехали у них два производства есть одно осталось вятских полянах и но практически все они перевели это в кукку кухмар спинч вот спинч это по рыбалке мне очень нравится их подход да как бы дорогие лодки но там прям все за 5 миллионов рублей роботсколодка там уже даже не 5 уже не 5 дом как бы но они у них полностью новое технологичное производство они находятся там я так понимаю что как бы может быть они какие-то субсидии получили то есть они находятся там помо технопарк называется все прям хорошо в казани слова технопарк это хорошее слово там есть и другие технопарки господа их смены вы знаете для решения максимально сложных задач на воде кругосветка или парусный спорт серийные яхты проходят серьезную модернизацию а скорее всего вы построите яхту под себя на кастомной верфи именно таким путем идет заказчик 17-метрового парусного электрокатамарана скат 55 задача кругосветной экспедиции исполнитель команды услуг ремонта и строительства из севастополя курс я уже снимал работу команды это проект глубокой модернизации моторной яхты в самаре вот по этой ссылочке в описании перед курсом сегодня стоит задача в кратчайшие сроки за 9 месяцев завершить корпусные работы 17-метрового катамарана и спустить судно для ходовых испытаний на воду далее оснащение и внутренняя отделка катамарана на сегодняшний день активно проводятся работы по покраске и остеклению судна произведенные закупки двигателя мачты парусов и всего оборудования а главное горит огонь глазах у всех участников этого уникального проекта я пожелаю удачи команде единомышленников и обязательно более подробно расскажу чем эта история закончилась давай еще поговорим немножко про водоизмещения потому что вот там то вот реально можно на пальцах одной руки посчитать вот из водоизмещения у нас мои любимчики тушаковские верфи и попилов яхт с которыми я тоже имел историю отношений все остальные это какие-то ну ты знаешь либо верфи одной лодки либо в полный кастом который никак нигде не выходит в информационное поле вот я например знаю что где-то в саратове прямо сделали ну несколько серьезных траулеров таких экспедиционных яхт ровли на типа до таких да у меня даже вроде 20 там телефон собственника но они вот у нас конкретно никак не не представлен раньше лаки верфь делал еще то есть до 20 23 метра они построили все 7 лодок но сейчас вверх в основном работает на госзаказ лодки хорошие ну возможно они насколько я там понимаю что как бы рассматривают возможность вернуться в этот рынок но они принципе закрывают государственные судак то есть много как бы садов там транспортной полиции видимо других безусловно наверное ну вот ушаковский верфь для меня это прям молодцы чемпионы но такой да это пример как надо строить лодки когда сразу создали верфь в пригласите ну здесь опять же правильно куплены проекты разработанные под них да то есть это не они не стали не пошли по пути что как бы я так вижу да как бы привлекли конструкторов дизайнеров как бы просто ну по сути разместили площадку ты знаешь был очень забавный у меня диалог с виктором лидером который глава идейный вдохновитель этой верфи он сказал что все начиналось с того что его товарищ попросил ему попросил его купить ему лодку педра в голландии виктор сказал в россии нормальный человек не будет ходить на лодке педра я тебе сейчас построю лодку и вот с этого все и началось и и да и ты смотри получается что абсолютно пустая ниша всего два производителя официально два условно до предлагают 15 метровую вот размещающую лодку но на самом деле просто рынок в россии не такой большой то есть их не так много то и до этого продавалась да то есть но если взять там на круг всех голландцев наверное там 15 15 лодок в год ты продавалась но это же очень интересный формат это формат дом дача когда ты не торопясь из пункта в пункт б ты может быть имеешь ввиду но многие так думают что когда человек есть 50 миллионов рублей потратить на лодку это значит что этот человек дикий холерик и он должен глиссировать ну скажем так большинство к этому приходят только тогда когда они уже купили себе глиссирующую лодку да то есть ну вот я знаю как минимум там трех владельцев которые пересели там двое пересели с принцесс один с азимута да то есть они как раз где для них важна автономность дальность что как бы не от заправки до заправки да что они могут спокойно как бы идти не думать это прям путешествие в долгу путешествие да то есть как бы но это как правило все равно понимаешь случается там как как я вижу портрет как бы покупателя все ром там такой ну как бы как не грустно звучит 60 плюс к состоятельный пенсионер когда уже есть время потому что зачастую мне и на там жалко лодки когда как бы человек там приходит и как бы ну купила времени нету ну конечно когда у тебя есть возможность глиссировать на большой лодке там да вот она какая-нибудь сорока футовая и да ты много времени вот я по своему опыту там ходил из москвы почти до швеции там до ландских островов дошел на тристанчике своем помнишь такая у меня лодка была она глиссирующая но я вам кажется две трети пути шел водоизмещение включил автопилот идешь наслаждаешься к офисе завариваешь ну знать знать что есть возможность втопить это прям хорошо и когда у тебя в принципе стоят дизельные двигатели которые на малых ходах экономичные то это то же самое что водоизмещение а с учетом того что но чаще всего любая водоизмещающая лодка она как бы по мореходности делает любую глиссирующую лодку но поскольку наше ввп она по сути спокойная да это не море то получается что вот ты говоришь что у нас нет рынка таких вот нет клиента такого культуры я бы сказал нет наверно культуры нет потому что посмотришь голландию там все и не только пенсионеры там ходят ну и наверно пенсионеры да но у нас же опять класс состоятельных пенсионеров он прямо сейчас хорошо появляется я бы например вот сейчас кстати вот мы очень часто рассуждаем в чате какую лодку построить и чтобы она выстрелила пришли к тому что нужно строить дельфию вот эту водоизмещающую 8-метровый с максимумом обитаемого пространства но дельфия это как раз я дениса денисова хорошо знаю и я помню когда он в принципе ну вот взял дилерство но над ним там коллеги реально там ходили просто угорали хихи ха ха как бы мне вот прям понравилась лодка и она тогда как бы стоила там но относительно конкурентов можно сказать прям слову муку там да ну по сравнению с аналогами и потом просто дельфия как бы подтянулся сам как производитель да то есть его то что они делали там уже как бы 10 11 метров это стильно выглядело да она как бы ну там что называется как бы не едет да но всех вполне все устраивало такая же там история что если вы мы там помним те же самые там галеона да как бы первые то что сейчас но там немножко 100 в сторону ушли но вот касается дельфи да и на самом деле ну просто опять же это видишь это пластик пластик очень долго как бы стартовать это ну реально вредное производство это там много сил требуется но плюс там еще небольшой это опять же вот размещающий моторчик там 30 лошадиных сил ставится и она экономная она разумная вот если бы условный форм-фактор то же самое си арена довести до того что там был бахтер пик где в зале еще можно заселиться спать обитаемости лодки стало бы в разы бы больше опять же там до 2 по 250 это просто ну кто и кошелек становится уже с каждой минутой а тут 30 лошадиных сил на ней ты вот идешь из москвы в чебоксары путешествие становится максимально экономично ну ты думаешь не время еще да ну я думаю что это надо культуру развивать так понимаешь это как с хаусботами то есть я вот мне очень нравятся хаусботы да но рынок у нас там просто единичный да то есть ну там александр клемчук да делает их можно сказать там все ну да мочеган но мочеган вижу как бы делает больше наверное еще у него такая коммерческая история как бы сильно развит у него много клиентов именно покупают в коммерции но опять же то есть там ребята сладко хаос не дотерпели да 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 бума то есть они что называется там опустили руки да как бы не стали делать поэтому клемчук сейчас говорят чуть ли не раз в месяц новый новый дом спускает на воду такое у него тоже но это просто шикарная альтернатива во первых ну недвижимости сколько сейчас недвижимость там даже если взять не брать москву там просто любой крупный город где есть вода да как бы то есть практически у всех как бы берег уже застроен да тут ты легально можешь самое важное ты можешь перемещаться сегодня ты стоял тут завтра ты посмотрел там я вот в рынок хаусботов верю когда александр кремчук рассказывал мне что он хочет в москве построить как бы два городка на гадиском затоне другое в районе речного вокзала и когда эти городки обрастают своей инфраструктурой появляется твой социум это вот прямо интересно и он принципе к этому идет здесь что просто пришел бы у нас инфраструктурно многие их клубы площадки не не готовы ставить там хаусбот то есть когда их все-таки там стоит рядом там 5-6 во-первых это дает возможность ну как бы делить косты зимой потому что те все равно нужны подъезды нужны там люди ну человек который как минимум там смарт но некий техник да как бы то есть один хаусбот накладные расходы там 5-6 рядом все таки делится поэтому расскажи еще я вспомнил я у тебя на выставке видел очень красивую лодку альбакор такого песочно-золотистого цвета я про нее вообще ничего не знаю альбакор они изначально как бы то есть сейчас в петербурге они представили кабинник в принципе ребята специализируются чисто на рыболовных лодках более того до как бы они продавали и сюда и соответственно много за границу хорошие качественные лодки история по-моему началась 2018 году я как сейчас помню там александр собственно посмотрел говорит слушай я вот хочу лодку поставить как бы ну так типа как бы сказал горит для нас это стартап там можно как бы там сбоку где-то но нам надо прям там хорошо как бы выступить потому что от того как мы поставим лодку но многое зависит для меня это такое как бы мне нет там инвестиций денег а сейчас александр является активным участником всех наших выставок и любых начинаний поэтому они с рыбалки начинали они начинали с рыбалки но так или иначе все приходят просто это вышит следующий шаг когда люди так или иначе с открытой лодки следующая лодка у них почти у всех кабинная рынок рыбацких лодок это вообще какая-то элемента инкогнито там я смотрю так и так все становится дорого и богато то есть да ценник 5 миллионов плюс это просто это просто хобби карт плоттерами навигаторами эхолотами но для меня это такие спортсмены которые охотятся я сам не рыбак как бы охотятся достают рыбу и тут же и выпускают да да то есть такая как бы отдельная отдельная каста но при этом сейчас российские лодки практически полностью заменили американцев дело не в том что американцев не привести то есть просто стали делать хорошо то сейчас ну по большому счету получается нордсильвер волжанка серии x альбакор спинч и можно сказать что как бы но относительно новый игрок это фабрика лодок это про производная раньше это был финвал то есть тот завод который финвал построил в россии они просто сделали ребрендинг они где находятся и находится в подмосковье да но я честно говоря это вот наверное одно из производства где не было кстати сейчас вспомнила подмосковье как-то раз мне попадался траулер по полярная звезда назывался производитель такие хорошие небольшие не делали траулер да не делали но это был скажем так проект если попилов уже превратился до в серию то есть они дотерпели те можно сказать не терпели честно говоря не очень помню они как-то очень быстро схлопнулись может быть там что-то просто собственником произошло но они такие интересные лодки сделать там стиле брюса робертса а что на дальнем востоке в сибири по производителям но в сибири большой кластер время кластер много производств в красноярске то есть это красбот это у за джет кохем там же производители аэролода когда то есть там всем известны север и но еще там несколько то есть как правило это как вот вятки да то есть там кто-то один сделал дальше там начальник производства директора по продажам нашел инвестора и открыл свое производство то есть там тоже есть что выбрать да ну ты в конце августа можешь слетать к нам нет знаешь мир мероприятия первое у меня есть такое свое блогерское немножко негативное наблюдение я как-то на выставке в крокусе значит там стояла такая череда сибирских лодок и ребята просто сидели в телефонах вот так вот слушай это вообще основная проблема продажников ты вот просто сказал там про кирилла да я наверное из продажников кто продает лодки ну наверное там пять или семь человек могу выделить все остальное это ужас и более того ко мне сейчас все чаще и чаще наверно как к тебе обращаются люди которые просто вот я просто к собственникам всех дилерских центров обращаю что как бы научите людей работать потому что начиная от как бы манера просто общения незнание материала и очень ужасные до продажи то есть понятно что всем надо заработать но когда вот мы сейчас столкнулись там приехали смотреть одну восьмиметровую лодку с клиентом да потому что он оказался в тупике масса объявлений на авито много там как бы ты грубо говоря смотришь от пяти в итоге от 15 те говорят да приезжайте ну как бы лодка там в наличии или в предзаказе потом тебе говорят что как бы в июне так еще и многие продавцы говорят там ну когда начинаешь спрашивать говорит слушайте вот вам на пятеру ну пятеро это пять миллионов надо набрать опции тогда мы вам продадим эту лодку да я слышал про те истории как бы все то же самое можно продать просто как бы более изящно красиво но это все опять же история про очень сильно динамично развивающийся рынок и когда у людей просто не хватает руки толковых специалистов как минимум показывать себя на выставках потому что да ты классно организовываешь выставки люди приезжают и вот видно что они не умеют работать на выставках они не знают как это проблема это знаешь мы когда делали первую самарскую выставку ты не представляешь я по я просто офигел за выражение то есть выставка до шести часов в четыре все сматываются то есть ну вот грубо говоря люди кто приехал там с петербурга с москвы продавцы все сидят все как бы уходят а к чему четыре часа уже что тут сидеть но народ по самое самое важное что народ идет и такая же история это не понимаю когда там в том же сам крокусе или у нас если заявлено работа выставки там до как бы ну четырех часов там условно воскресенье как бы многие считают не нужно приходить воскресенье то есть ну как бы что я должен писать в анонсе выставки о том что как бы ребята если вы хотите реально купить лодку воскресенье не приходите то есть но сейчас мы на самом деле со всеми там провели уже работу ну как бы до сих пор находятся такие но это в основном как бы просто продавцы то есть понятно что это не собственники дай какой-нибудь совет своей профессиональной аудитории где рекламироваться как выставлять как показывать свои лодки сми блоги выставки слушай ну на самом деле я всегда считаю что как бы наверное основная вернее две основных площадки это авито и это youtube да то есть нужно снимать показывать причем работать с разными как бы было блогерем потому что ну вот портрет покупателя особенно там российских лодок они все смотрят да то есть как бы зачастую мы покупатель знает про лодку больше нежели там сам продавец или там кто как бы брокер показывает то есть я часто помогаю людям именно найти уже как бы выйти непосредственно там на либо на завод либо на правильного дилера но как бы он уже про лодку знает намного больше чем я по ночам изучил уже в интернете нас на сайте он уже слизуализировал и уже буду участником всех твоих выставок приглашаю ребят всех на выставки которые будут мы уже говорили москва казань санкт-петербург владивосток самара нижний новгород казань красноярск еще красноярск все лето выставках в общем вам будет чем заняться как вы поняли производителей у нас очень много смотрите у меня в том числе в блоге люди и лодки очень многие есть с вас лайки комментарии чат люди и лодки в телеграме к вашим услугам спасибо что смотрели рад был встречи спасибо дмитрий каждый у кого нет яхты мечтает ее купить и каждый у кого есть яхта мечтает ее продать маркет люди и лодки мы ходим по воде